Всем привет! Сегодня хочу записать видео о том, актуальны ли процессоры Pentium 4 и их сборки на сегодняшний день в период 2К18-2К19 год. Итак, поехали! Итак, рассмотрим нашего подопытного. Обычный системный блок Intel Pentium 4. Ничего сверхъестественного в нем нет. Обычный процессор Pentium 4. Как мы можем видеть, чуть-чуть разогнанный оперативной памяти 1 гигабайт для теста. Для теста я выбрал несколько игр, которые должны пойти на этом компьютере. Это Warcraft 3 Frozen Throne, Max Payne 2, GTA Underground, Легенда всех легенд, Far Cry, Иллюзия войны, Unreal Tournament и Тактика Ops. Установлена операционная система Windows 7. Посмотрим подробнее. Диспетчер устройств. Как мы видим, драйвера все установлены. В качестве видеокарты используются ATI Radeon 9250. Итак, приступаем к тестированию первой игры. Игра запускается. Курсор не дергается. Пробуем. Один игрок. Новый игрок. Надо ввести имя. Пусть будет что-то типа вот этого. Получится. Да. Переходим в компанию. Идет загрузка. Уровень сложности. Средний. Другого выбрать нам не дает. Класс. Расхитители гробниц. Далее. Загружается. Как мы видим, в Warcraft поиграть уже получится. Хотя я думаю, что для этого компьютера эта игра совершенно не бенчмарк. Взмем любую клавишу. Это еще с не очень настроенной графикой. Все идет, все работает. Я такого даже не ожидал. Давно не играл в Warcraft. Когда-то это было очень... Классная игра, в которую, наверное, играли многие. Просто вообще бомба. Пропустить нельзя это меню никак. О, пропустили. Все, загружаемся дальше. Нажмите любую клавишу. Нажмем. Опять происходит какой-то диалог. Пропускаем диалог. Вот так. Вот наш персонаж. Как мы видим, можно бегать. Все работает. Уже давно не помню, как. Здесь что надо играть. Ну, в общем, игра работает. И поиграть у нее получится. Выйти. Да. Как-нибудь потом запишу отдельно, как я в нее поиграл. Следующая игра. Тактика Ops. Next. Next. Room. Насчет Тактика Ops можно задуматься. Она как бы по графике, возможно, помощнее будет. Может быть, для нашей видеокарты это будет и... Ну, вроде пока запускается. Тактика Ops. Это игра, которая выходила наподобие Counter-Strike. По сути... По сути... По сути... Ну, это как бы ее... Спитская форс... Не живая. Да пофигу, Intergame. Так. Почему не бегается? А, бегается вот так. В общем, побегать можно. Пострелять тоже можно. Вот, все работает. Выключаем. Проверить скорость. Модем. Не нужен никакой модем. Выход. Да. Все играется. Макс Пейн второй. Второй Макс Пейн. Тоже очень классная игра. Особенно в ней есть такой эффект. При замедлении, при стрельбе, когда можно целиться прямо в голову и делать кучу хэдшотов. В свое время тоже была очень популярная, красивая игра. Так, загружается Макс Пейн 2. В общем, как мы видим, даже на таких старых компьютерах поиграть очень даже можно. И это хорошо. Потому что такие компьютеры сейчас на рынке продаются от 500 рублей. И, ну, знаешь, за 500 рублей, как бы я скажу, это очень даже выгодное предложение. Начать играть. Куда-то дальше надо нажимать, согласиться надо, наверное, на интер просто. А, это как играть. Сори, не туда зашел. Новая игра. Беглец. Пофигу. Какой уровень сложности у нас будет. Мы просто проверяем работоспособность. Понятно, что для более какой-то крутой графики нужно будет другую видеокарту. Но, как бы, и они тоже есть. Можно подобрать. И будет вообще неплохо. Если ты не хочешь озадачивать себя какими-то там крутыми сборками. Просто хочешь вечерочком поиграть. То, пожалуйста. Можно пропустить все эти заставки. Ага, пауза. Эту не пропустишь. Или она как-то по-другому. Ага, вот так. Итак, вот мы и появились. Так же все это бегается. Здесь, кстати, графика неплохая уже. Ух ты. Можно покрутиться, посмотреть, что у нас по сторонам. Уах, даже все работает. Попробовать позаходить в какие-нибудь двери. Ух ты. Это мы в какой-то больнице сейчас находимся. Наверное, у Max Pay накончилась более утоляющая. Он решил пополнить свои запасы. Ясно. В общем, игра работает. Более детальные тесты. Попробую сделать позже. А сейчас проверим следующую игру. Что ты не выключаешься? А что здесь меню? Так. Итак, следующая игра на тесте Unreal Tournament. Unreal Tournament пойдет 100%. Она нетребовательная по ресурсам. Запустилась в оконном режиме. Начать турнир. New player. Далее. Dead match. Далее. Далее. Без разницы. Рассказывает нам, что такое Dead match. Ага, все бегается. Курсор шевелится. Графика не самая лучшая, но играть очень даже можно. Выключаем. Следующая игра. GTA Underground. Это мод, построенный на базе GTA Vice City. Что-то там про автомобили. Про гонки про автомобили. Вот такая вот. У нее картинка стартовая. Запустить игру. Новая игра. Новая игра. Ундерграунд. Не спеша куда-то так шагает. Тот чувак, за которым будем играть. О, это GTA Vice City. Это ретро вообще. Вот эти движения. Это вообще-то графика. Да, было время. Помним. Не пропускается. Ну, как по классике жанра, как и в Сан-Андреас. Вначале идет диалог, но в Сан-Андреас сколько-то можно было пропустить здесь. Пока, может, не знаю просто. Чего-то. Может, он здесь и не пропускается. Посмотрим. О, все. Можно бегать, играть. Как мы видим, все бегается, все играется. Как там? Нужно было чувака морду набить. Правда, сейчас мне морду... Они набьют. В общем, игрунка работает. И это радует. Выйти из игры. Нету сейчас большего времени, чтобы все это побегать, потестить. Прям тщательно тут все подкрутить, подвертеть. И последняя игра на тесте это Far Cry Иллюзия Войны. Это легендарная игра, с которой в моего детства было очень много связано, в которую я очень много играл. Как она мне очень нравилась. Особенно эти монстры, это... Вся такая тематика вот эта вот... Вообще, мне очень нравятся игры от Ubisoft. Классно. Если бы они, конечно, с последними Far Cry'ами еще так не влажали. Ну, об этом другая история совсем. Так, так, так. Crytek. Что можно хорошего сказать насчет вот этих всяких лейбов своих. Они уже тогда делали красивую анимацию. У них все очень хорошо получалось. Компания. Легко. Старт. Да. Иллюзия войны. Иллюзия войны. Для многих компьютеров Far Cry'а игрушечкой была тяжелой. В свое время это, да, это был реальный бенчмарк. Долго грузится, конечно. Не как сейчас современные игры. Что у нас здесь? О, да. Инверсию мыши надо сделать. Ну, как мы видим, мы что-то тут летим. Игра запустилась. Игра работает. Все машется. Даже на такой видеокарте вроде как идет. Хотя вода. Как будто у них гусиная кожа. Ну. Хорошо. Четвертый пенек нас не подводит. Даже в этом. Выход из игры. Вот так. Давайте еще запустим Аиду. Покажем, насколько все в этом четвертом пеньке все просто. И наивно. Процессор самый простой, кстати, вообще-то. Не знаю, таких, блин, это Pentium 4. Там, вот, 18 на 120. Сети, SSE 2. L2 кэш, PC 12 килобайт. Память. Свободно, 602. Спойди. Две, три планки даже. Три планки показывают. 112, две по 256. Чипсет. i865PE. Отображение. Графический процессор. Radeon 9250. Есть даже шейдеры какие-то. Клево. 128 мегабайт. Классическая видеокарта. Хотя, у многих такой не было. Вот так. Итак, как мы видели, на четвертом пеньке поиграть можно. Если не ставить туда, конечно, какие-то тяжелые игры, которые там не пойдут или требуют какого-то другого железа. Но компьютеры, как для души, они очень актуальны. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте лайк. Буду снимать еще. Только начинаю. Всем спасибо. Всем пока.